Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим очень красивые комбинационные идеи и последовавшие затем контрудары из творчества белорусского гроссмейстера Евгения Кондраченко. Когда Евгений высылал мне эти идеи по скайпу, он сказал, Олег, отрываю от сердца. Так что, друзья, пожалуйста, оцените по достоинству творчество Евгения. Но прежде чем мы приступим к партиям, друзья, хочу сделать небольшой анонс. Сегодня на канале «Все о шашках» состоится стрим шашечного матча между украинским гроссмейстером Юрием Аникеевым и белорусским гроссмейстером Евгением Кондраченко. А комментировать данный матч будут два россиянина. Убуша Ангаряев, мастер спорта, и кандидат мастера спорта Арсений Цынов. Вот так, друзья, на одном стриме соберутся представители трех стран Украины, Белоруссии и России. Друзья, кто-то сеет ненависть между нашими народами, а кто-то, как видите, все-таки старается как-то объединить их. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими». Учил нас Иисус Христос. Так что, друзья, никогда не забывайте эти слова. В этой партии белыми играл московский гроссмейстер Никита Славянов, а черными гроссмейстер Евгений Кондраченко. Был разыгран дебют отыгрыша СД4 до С5, БЦ3, СД6. Ну и после ухода СБ4 черные обычно играют БА5 и меняются назад. Но в данной партии Евгений побил вперед. То есть делает такой ловушечный размен. После него белые обычно играют АБ2 и черные отвечают ФЕ5. Ну и в этой позиции стоит простенькая ловушка. Естественно, нельзя играть БЦ3. Можете поставить видео на паузу, попытаться найти ударчик за черных. Черные играют СД4, отдают шашку, затем еще две, бьют три шашки. То есть отдали три, забрали три, прорвались на преддамочное поле. Ну и следующим ходом черные ставят дамку и должны победить в этой позиции. Естественно, гроссмейстеры не попадаются на такие детские ловушки. И Никита Славянов играет СД2 в этой позиции. Хороший ход. Евгений развивает свой сильный фланг, ЖФ6. И Никита решил здесь связать как раз центр черных. Это очень хороший ход. ЕФ4. Евгений продолжает развивать свой сильный левый фланг. Ну и белые продолжают охват в центрах белых. То есть стратегия сторон определилась. Белые окружают центр черных, а черные пытаются занять его. Но центр черных здесь, друзья, рыхловат. Евгений в этой позиции сыграл БЦ7. Ну и в этой позиции Никита точно отвечает ФЕ3. Наиболее сильный ход. В этой позиции за белых хочется сыграть ЖФ4 и разменяться. И, друзья, здесь стоит вот такая ловушка. То есть кажется, что у черных единственный ход. ФЕ5. А на ФЕ5 здесь уже стоит комбинация. Тоже можете поставить видео на паузу и попытаться найти ее. Белые отдают одну шашку. Затем пропускают черных в дамки. Вот такой стандартный удар. И затем сами попадают в дамки. И в этой позиции они должны победить. Но, друзья, в этой позиции черные сами могут нанести комбинацию белым. Тоже можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за черных. То есть черные не обязаны играть ФЕ5. Это плохо. Черные сами проводят вот такую комбинацию. Пропускаем белых в дамки. Затем отдаем еще две шашки. Ставим так называемый шлагбаум. То есть, видите, черные жертвуют еще одну шашку. И теперь ходом ФЖ7 ловят дамку белых. И белым мешает своя же шашка на Е5. Вот эта шашка называется шлагбаум. То есть мы установили шлагбаум. И благодаря ему проводим вот такой красивый удар. То есть шашка Е7 попадает на поле С1. Становится дамкой. И в дальнейшем уже продолжает свой удар как дамка. И затем за гребущими руками снимаем богатый урожай. И это выигранная позиция за черных. Но в этой позиции Никита не стал меняться. То есть не попался на комбинацию. Почувствовал и сыграл ФЕ3. У черных единственный ход ЕД4. И здесь Никита сыграл ЖФ2. У черных единственный ход ФЕ5. Ну и в этой позиции Никита сыграл ДЦ3. Евгений снова делает интересный ход ЕФ6. И в этой позиции у белых есть три варианта хода. ЦБ4 неожиданно проигрывает. ЖХ4 ведет к ничей. А вот как сыграл Никита АБ4. Этот ход тоже проигрывает. Давайте рассмотрим их все по очереди. ЦБ4 проигрывает из-за такой комбинации. Тоже можете поставить видео на паузу и попытаться найти ее. Черные играют АЖ5. Жертвуют шашку. Затем играют ЦБ6. И бьют назад. Белые бьют две шашки. И видите друзья. За счет того, что у белых ослаблено поле Ж1. И плюс создался так называемый роздых. То есть черные знают. Следующим ходом белые обязаны бить шашку на поле Ц5. Черные играют ФЖ5. И попадают в дамки. И должны победить в этой позиции. В этой позиции за белых все-таки надо было играть ЖХ4. Ну и после такого размена черным надо играть ФЕ5. Теперь белые проводят стандартный удар. Благодаря которому все-таки достигают ничьей. То есть играем ЦБ4. Черные бьют. И затем играем АЖ5. Черные бьют две шашки. И теперь белые бьют именно на поле Е5. В эту сторону бить нельзя. Черные даже проиграют. Надо бить именно на поле Ф4. Теперь белые попадают в дамки. И черные тоже попадают в дамки. Но видите, друзья. Если бы здесь не было вот этой шашки. Белые бы поймали дамку черных. Но им надо бить шашку Ф4. Ну и после хода ЕФ2. Видите, получается равная позиция. То есть у белых и у черных одинаковое количество сил. И партия быстро заканчивается ничьей. Друзья. То есть черные правильно побили. Именно на поле Ф4. А в эту сторону было бить нельзя. Потому что белые делали ход БЦ3. Ну и здесь они уже выигрывали. То есть бьем на поле Б8. Черные бьют. Мы бьем именно на поле С3. Вы видите, надо отходить. Черные, белые нападают. И сперва съедают вот эту шашку. А затем выигрывают в этой позиции. То есть, друзья. Мы выяснили после хода Ж4. У белых была ничья. А Никита здесь захотел выиграть. И провел вот такую комбинацию. Отдал две шашки. Черные попали в дамки. И затем побил три шашки. Ну, кажется, что у белых здесь преимущество. То есть, непонятно, как играть черным. То есть, в этой позиции, если черные закроются. СД6. Белые сыграют либо АБ6. Либо даже ФЕ3. Ну и здесь будет у белых даже приятнее. Ну и Евгений находит очень красивое проваляжение вот этой комбинации белых. Кондор удар. Можете поставить видео на паузу. И попытаться найти комбинацию за черных. Евгений отдает одну шашку. Затем еще одну. Затем еще одну. И затем загребущими руками. Сперва бьем четыре шашки. А затем загребущими руками снимаем их. Вот такая красивая победа. Но, друзья, справедливости ради хочется отметить, что в этой позиции, когда Евгений сыграл ЕД4, Никита закрылся ЖФ2, здесь у белых был довольно-таки простой выигрыш. То есть, для этого надо было разменяться таким образом. Теперь, видите, у черных единственный ход ФЕ5. Белые играют БЦ3 и размениваются вперед. То есть, следующим ходом грозят напасть и выиграть шашку С5 и пройти в дамки. Поэтому черным приходится размениваться. Белые играют СД4. Грозят выиграть шашку. Надо отходить. Затем играют ДЦ3. То есть, грозят сыграть СБ4 и также пройти в дамки. Снова единственный ход на размениваться. Теперь белые играют ФЕ5. Грозят сыграть ЕФ6 и выиграть. Снова единственный ход. Ну и в этой позиции можно выиграть, конечно, и после хода ЕД6. Но здесь можно белым провести комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти ее. Как говорит Евгений Кондраченко, только бездушный человек в позиции, где есть комбинация, выигрывает позиционно. То есть, белые играют СБ4. Затем ЕФ4. И тут надо сделать лучше всего ход ЕФ2. Черные бьют шашку. Белые попадают в дамки. Ну и как бы черные здесь не играли, в них позиция проигранная. То есть, если они жертвуют шашку и пытаются как-то прорваться по ослабленному флангу белых, белые играют дамкой на поле Е5. То есть, видите, отжертвовать шашку бесполезно, потому что после такого хода белые отсекут шашки черных от похода в дамке по большой дороге. Поэтому черным здесь приходится играть, ну, допустим, ЖХ4. Тогда играем на поле Ф4. Ну и после хода на поле Е7 играем дамкой, ну, допустим, на поле Б8. То есть, в этой позиции как играть черным? Ну, допустим, играют ЕФ6. Здесь уже играем, ну, допустим, на поле Д6. Ну и после БА5, ДЦ5, черным просто некуда ходить. Белые побеждают. Если же черные в этой позиции, допустим, играли на поле Ц5, просто бьем на поле Ц3 и на ход АЖ5 играем ФЕ3. То есть, видите, друзья, шашка Е3 держит шашку Ж5 от похода в дамке, и на ход ЖХ4 играем просто ЖФ4. А дамка отсекает шашки черных от похода в дамке по большой дороге. Ну и белые легко побеждают. Следующий эпизод из партии. Кондраченко-Кулагин из мемориала Рыбакова в Гомеле в 2007 году. То есть, видите, друзья, ход черных. Белые полностью окружили центр. Черных, он рыхлый. Очень необычный рисунок позиции, но, тем не менее, это случилось именно в практической игре. Ходить черным некуда, но они здесь предусмотрели вот такую комбинацию. Отдали одну шашку, затем еще две. Но надо бить в эту сторону, иначе плохо. И затем еще отдали одну шашку и прорвались дамки. Друзья, в этой позиции у белых есть выигрыш. И после хода АБ6, но здесь возможны Н-шпили. То есть, после хода АБ6 надо нападать. Белые отходят. Ну и после хода ФЕ5 белые ставят дамку. Черные бьют. Белые бьют. Ну и здесь черные еще могут долго сопротивляться. Ну и Евгений Кондорченко в этой позиции предусмотрел забавную идею. То есть, белые играют ЕД4. У черных единственный ход, только дамкой. Шашки черных, видите, связаны. И теперь белые неожиданно играют ФЕ3. Ну и в эту сторону бить бесполезно. Белые побьют две шашки, затем прорвутся в дамки и выиграют. Приходится бить на поле Ф2. Белые теперь бьют именно на поле Ж1. Ну и после того, как черные бьют, белые отдают одну шашку и забирают две. Вот такой конторудар. Ну и последняя партия на сегодня. Она сыграна на сайте Gambler. В 2021 году белыми играл ученик Евгения Кондорченко Марат Лев. Очень сильный кандидат в мастера из города. Слоним белорусского. А черными играл сам Маэстро. СД4, ДЦ5. И белые решили не играть в городскую партию. Сыграли GH4. Черные здесь также пытаются запутать белых. То есть, обе стороны пытаются как-то отойти от теории. Белые также играют HG5. Но черные здесь занимают центр. То есть, после хода HG7 надо играть GH6. И черные занимают центр. Очень сильное поле F4. И здесь в этой позиции обычно играли BC3. А Марат Лев делает ловушечный ход DC3. И сейчас мы увидим, для чего он сделал этот ход. Черные играют CB6. Белые играют CB4. То есть, обе стороны определились с выбором плана. Черные размениваются назад. Ну и пытаются как-то стабилизироваться немножко. Чтобы не было переразвития большого. Белые играют AB4. Черные ED6. Белые BA5. То есть, охватывают позицию черных. Черные BC5. BC3. GF6. И в этой позиции Марат сыграл FG3. То есть, после хода F5 возможно окружение центра черных. Так играть не очень хорошо. Можно было сыграть FG5. Но здесь тоже как-то шашка F4 выглядит опасно. А Евгений Кондраченко делает блестящий ход DE5. И в этой позиции Марат применил интересную жертву. CD4. То есть, в эту сторону бить нельзя. Белые попадут на преддамочное поле и выиграют шашку. Приходится бить на поле E3. Белые делают тихий ход EF2. Ну и кажется, что черным остается только сдаться. То есть, никаких продолжений здесь нет. Но Евгений Кондраченко нашел очень красивое опровержение плана белых. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти. Кондор удар. Черные неожиданно играют DE7. И после того, как белые отыгрывают шашку, черные жертвуют одну шашку, затем вторую, затем третью, бьют три шашки и побеждают. Друзья, еще у меня в планах есть записать два подобных видео из творчества Евгения Кондраченко. Кондор удар. Если вам понравилось данное видео, пожалуйста, поставьте большой палец вверх. Подписывайтесь на канал. Можете поделиться этим видео в соцсетях. Пишите ваши комментарии, задавайте вопросы. Если что-либо неясно, отвечу на все вопросы. Ну и еще раз, друзья, рекомендую сегодня посмотреть в 18.00 по московскому времени стрим на канале «Всё о шашках». Играть будут Юрий Аникеев, украинский игрсмейстер, и Евгений Кондраченко, автор вот этих шашечных красот. Так что, друзья, играйте много, играйте честно. Увидимся на шашечных баталиях. До свидания. Продолжение следует...